Друзья, всем привет! Добро пожаловать на Блин Тайм! Сегодня мы готовим сырники по-новому! Поехали! Для сырников по-новому нам потребуется 500 грамм творога. Он у меня такой мягкий, я его протирать не буду. Если у вас сино-земнистый, придётся протереть. Хотя можете не заморачиваться. 100 грамм муки, 1 яйцо, 2 столовые ложки с верхом сахара и 1 чайная ложка ванильного сахара. Я уже сюда её высыпала. Если у вас будет слишком плотная масса, тогда можете добавить сметаны или же при подаче её использовать. Вообще в рецепте она не указана. И подсолнечное масло для обжарки. Но это не всё! Самый главный ингредиент – это панировочные сухари. Они сделают наши сырники особенными и очень вкусными. Возьмём наш творог, высыпем муку, щепотка соли, сахар, яйцо и перемешиваем до однородности. У меня масса такая довольно плотная получается. А, мы сковородку ещё не разогрели. Я на 4,5 выключу. Масло прилично так. Думаю, 3 столовые ложки точно. Нужно, чтобы с сухарем было в чём обжариваться. И ещё такая фишка – мы их будем прогревать потом в духовке. Наша прекрасная масса замешалась. Вот такая вот у нас масса. И мы сейчас попробуем как-то слепить наши сырники. Делаем круг, и обваливаем в сухарях. Оп! У нас получилось 8 сырников, как и указано в рецепте, по которому я такие сырники готовлю уже раз 20, а может даже больше. Вот я попробовала эти сырники, я обычные больше вообще ни разу не делала. Это просто 2 разных сырника. Мы отправляем наши сырники на сковородку. Я ещё оставшиеся сухари прижимаю, чтобы ничего пропадать, опорочка будет покруче. Их можно делать в 2 раза меньше, это получится 16 мини-сырников. Кстати, надо будет мини-сырники сделать с вами. Интересно, какие сырники больше наберут просмотров. По-новому или мини-сырники. А рецепт будет один тот же. Хотя я с ними что-то придумала, я их с начинкой сделаю. Да, точно я их сделаю с начинкой. Мини-сырники с сюрпризом. Обжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Нам нужно, чтобы схватилась корочка, чтобы зарумянились они. А не в камнях домашних. Другую не держимся. Подготовим сразу кольгу. Я партиями буду доводить до готовности. Одну партию доведу до готовности, потом вторую. Пока эти будут доходить, эти как раз пожарятся. В общем, всё у меня на конвейере. Добавим немного масла обязательно. Наши сырники запекались до готовности 8 минут при температуре 170 градусов в режиме конвекции. И сейчас мы немножко их оформим. Для этого мне нужен корнет со сметаной. Я её смешала с чайной ложкой сахарной пудры. Перочек мы сделаем. Из варенья у меня клубничное. Это, мне кажется, девочка с такими губами. Итак, наши сырники готовы. Вот фотка. Вот такие сырники у нас. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и давайте готовить вместе. Всем пока! Смотрю я в окно, а там снег идёт. На нас 29 апреля, а там снег идёт. Субтитры перемоги салов. Продолжение следует...